Я напоминаю, что ваши вопросы вы можете направлять в наш специальный чат, вы знаете, как до него достучаться. И наш фестиваль сегодня обычен тем, что проходит в этом году зимой. К сожалению, в Выборге нет снега, бесснежная пока зима, но какой чудесный белый снег подарили нам на открытие создатели фильма, который мы вчера посмотрели. Это был просто, конечно, праздник. Большую радость нам доставили, большое удовольствие, действительно, не каждый фильм открытия приносит столько радости. Казалось бы, картина «Белый снег» типичная для спортивной драмы, но все в ней в то же время нетипично, потому что для начала это байопик, в участии которого принимал сам герой фильма. Я представляю участников нашей пресс-конференции Елена Вяльбе, российская лыжница, трехкратная олимпийская чемпионка, президент Федерации лыжных гонок России, лучшая лыжница 20 века, героиня фильма. Режиссер Николай Хамерики, генеральный продюсер и автор сценария Тимур Хван, креативный продюсер автор сценария Марат Ким и продюсер Алексей Рязанцев, прокачек, присоединится к нам чуть позже. Вы хотите что-нибудь сказать или к вопросам перейдем? Сразу к вопросам. Елена, первый вопрос к вам. Расскажите, как вы реагировали на предложение снять фильм про вас? Это всегда такая непростая, конечно, задача. И насколько легко вам было открыться кимитографистам, потому что практически они экранизировали всю вашу жизнь, всю вашу судьбу, не только спортивную, но в том числе и личную жизнь. Ну, во-первых, всем добрый день, доброе утро. Такой насыщенный вчерашний день, я думала, уже закончился по пресс-конференциям, но, значит, мы кого-то еще интересуем. Предлагаю тем, кто занимается напитками для нас, прекратить их выставлять и сделать это после того, как мы выйдем из зала. Как минимум, ребят. Ну, сначала для меня это была большая неожиданность, честно скажу, хоть мне это и предложил мой уже достаточно давний и близкий друг. Вот. Но, наверное, я думала дня два-три и приняла такое решение уже окончательное после того, как потеснее познакомилась с Тимбуром и когда уже начались, скажем так, такие понятные для меня вопросы и, самое главное, понятные для меня ответы. Я поняла, что то, чего я не захочу, чтобы было экранизировано, оно не будет сделано. Потому что это, конечно, тоже очень важно. И, наверное, это больше такой личной, как говорится, жизни. Но, в принципе, у них есть теперь на меня полное досье моей личной жизни. Потому что, конечно, очень многое не вошло в сценарий. Безусловно, это в реалиях, наверное, там на 10-12 часов. Вот. Поэтому, может быть, они кому-то потом продадут, когда я умру и начнут тиражировать фильм «Два, снег, три» и так далее. Шутка, конечно. Но, на самом деле, я думала не очень долго. Согласилась достаточно быстро. Николай, вот к вам вопрос. Вы режиссер разносторонний. То есть, все-таки режиссер авторского кино, ну и ледокол из вашей фильмографии и сериала. То есть, разные фильмы беретесь. Здесь тоже, почему вы решили снять картину? Легко ли согласились на это предложение? В первую очередь, прочитал сценарий, который был больше. И, действительно, как говорит Елена Валерьевна, если мы бы захотели сделать многосерийный фильм, можно было бы. Но все не вместишь все события в два часа, в полтора-два часа. Поэтому вот оставили то, что посчитали вот самым таким важным для фильма. Прочитав сценарий, просто тронуло этот жизненный путь, эта история. И вот вместе с Маратом и Тимуром мы начали думать еще там на сценариям. И, в общем, мы потом все вместе фильмы делали. Ну, работа вас в целом удовлетворила. Вы хотели бы еще снять такую эмоциональную картину для зрителей из, опять же, биопик? Да, всегда хочется снимать эмоциональное кино в любом виде. Без эмоций просто кино неинтересно. Вот. Что касается биопика, я открыт ко всему, а там уже, как, уже где-то думаю, что не я уже решаю, что происходит. Вот. Подходим к разговору о сценарию. У меня вопрос и к Марату, и к Тимуру. Может, каждый у вас по-своему ответит. Вы выполняете две функции, каждый из вас. И автор сценария, и продюсер. И тут вопрос. Это продюсеры, которые решили сами взять и переписать сценарий? Или это сценаристы, которые решили сами стать продюсерами и сделать это кино? Реализовать свою задумку? Ну, вы знаете, на самом деле... Доброе утро всем. На самом деле, почему мы решили сами взяться и написать? Ну, потому что, наверное, тот материал, который мы имели, вот после, ну, я не знаю, сколько там было интервью, 10, 20, я уже не помню, сколько часов там Лена нам наговорила. Вот. И вот я, как генерал-продюсер, честно говоря, не знал, кому доверить этот материал, какому сценаристу. Честно говоря, мы обращались ко многим. Если вы видите, у нас даже Андрей Курейчик принимал участие, тот, который сценарист и Движение Вверх, да, по-моему. Вот. Любовь-морковь. Любовь-морковь, да. И мы очень метались, мы, честно говоря, многим посылали информацию, но... Вы знаете, один режиссер мне сказал, когда я, мы уже так более-менее написали что-то, я говорю, будешь снимать? Ну, до Коли еще вот когда... Я говорил уже как продюсер, когда сценарий состоялся, и он мне такую сказал штуку, что... Ты знаешь, Тимур, я про живых людей не снимаю. А режиссер очень известный, я не буду говорить его фамилию. Вот. Поэтому мы же решили тогда с Маратом, ладно, мы же сами все напишем, а там что будет, то будет. Ну, вот получилось то, что получилось. Я взялся и увлекся очень этой работой, потому что история сама и сама личность, сама личность Лены, они мало того, что интересны, они какие-то, как вы, они очень важны для нас сейчас. Да? И там много всяких событий, но самое главное, это стержень главной героини, да? Характер ее, крепкий характер, принципиальный, с какими-то сложностями, но это первое, что меня прямо поразило. Вот. Да и Коле, по-моему, тоже. Да. Да, да, да. Аж когда мы познакомились... ...точно, вживую, да, то вообще у нас возникла любовь. То есть у вас идея снять этот фильм появилась до личного знакомства с Еленой? Нет, нет. У меня, да, у Тимура нет. У меня нет. Тимур начал. Я начал, а он подхватил просто. У меня подхватил. Да, да, да. Да. У нас есть первый вопрос от журналистов. Мария Безрук, вопрос к Николаю, к Немелике. Мария Безрук, Рудата, Ру. Вопрос к Николаю. Почему вы решили сложить картину из двух разножанровых частей? То есть первая более такая человечная, история детства, мелодрама, взаимоотношения, а вторая такая экспрессивная спортивная драма. И как будто по минималии так две части получаются разножанровые. Ну, мне так не кажется, что они разножанровые. Они просто разные. Нет ощущения, что это один жанр, а потом другой. И это просто, скажем так, такая большая жизненная предыстория, которая потом переходит в само соревнование, как апогей, финал такой длинный. Поэтому я в этом не вижу разножанровости. Это просто вот такое вот. Это как наша жизнь. Это вообще уникальный случай, когда сценарий писался фактически по биографии. И у меня такой вопрос к Елене. Вы знаете, некоторые моменты фильма, ты смотришь и думаешь, ну, как в кино, так в жизни не бывает. А мы знаем прекрасно, что в жизни бывают такие случаи, которые не придумаешь на сценарии. И у меня вопрос, скажите, какие из самых фантастических, странных событий, которые мы видели в фильме, действительно происходили? Я, например, приведу примеры. Например, это стена, которая обрушилась в доме. Это розовая шапочка, которую связала бабушка, и которую вы в течение всей жизни, как свой талисман, сохранили. Даже ваши напарницы по команде тоже такие шапочки носили. И другие элементы, которые кажутся просто... Полет на вертолете, вот это все. Что было правдой, а что таким художественным вымыслом? Кроме полета на вертолете, все было правдой. Я тебе говорила про вертолет. Да, на самом деле, все было правдой. Единственное, что шапочка, в которой я бегала, она все-таки была не та, которую связала бабушка, да. Но все остальное, это на самом деле правда. И стена у нас упала, когда не было дома бабушки с дедушкой. Мы с мамой жили вдвоем. Это вот как бы тоже... Но по фильму это, наверное, не самое большое искажение. То есть это не фантастика, это не придуманная вещь. Вы знаете, на самом деле, вот, там нет ни одного факта, который не было в жизни. Ну, да, вертолет, но что-то кроме вертолета было другое. Ну, менее романтично. Но она была, романтика, все равно присутствовала тогда нам на том чемпионате у нее. Поэтому мы просто чуть-чуть усилили, а так это все было на самом деле. Вы знаете, я вот не случайно спросила про стену, потому что вчера много было обсуждений этой картины с коллегами. Мы обсуждали, делились впечатлениями. И вот про стену я говорю, слушайте, интересно, а была эта стена или нет? А мне коллега говорит, знаете, мне кажется, это такой символ, что это очень символично. То есть это прям так здорово выглядит. То есть это нужно было придумать, если этого не было. То, что это было в жизни, конечно, это фантастика. Но в фильме это прям по месту работает именно как символ. Знаете, у вас очень много хороших актеров в фильме. Просто вот плеяды отличных исполнителей, очень ярких, характерных. И вопрос о том, как вы их подбирали, и обязательно любые портретные сходства, или вы больше смотрели на психотип актера, на то, как он работает в ансамбле. Потому что даже те, которые в маленьких ролях появляются, все равно в каждом видна какая-то особенность. Какая-то яркая личность. Ко мне, я так понимаю. Актеров очень долго, очень тщательно подбирали. Особенно самое главное было подобрать три возраста Лены, Елены Валерьевны. Все должно было сойтись. И какое-то внешнее сходство должно было быть. Но главное еще и харизма, характер. И все в комплексе. И вот младшую Лену играет Ангелина Вяльба, внучка Елена Валерьевна. Вот прекрасно играет по-моему. Я прошу прощения. А чуть-чуть я стала Еленой Валерьевной. У нас что-то надломилось в наших отношениях, что ли, Николай. Ну тут пресс-конференция типа. Но все должны видеть, что у нас на самом деле дружеские отношения. Да, короче, Ленина внучка вот прекрасно сыграла. И главная героиня Оля Лермана, мы просто, если честно, пробовали все известные арти... Ну я и говорю, все пробовались, не буду их перечислять. Которые присутствуют в топ-30, не знаю, русских 40. Помимо еще неизвестных, очень много пробовалось. И также вот на все другие роли, то есть вот Лазутина, там вся лыжная команда, Гаврилюк, Данилова. Все надо было, мы с ними встречались тоже, то есть и со спортсменками, с Даниловой, с Лазутиной. И потом, когда мы уже выбрали, встретились еще, и была встреча актрис с прототипами. Тоже, которая помогла актрисам что-то посидеть, понять, как человек разговаривает, как он существует. И кто-то даже съездил, они не все в Москве живут, съездил домой к одной из лыжниц, там провел время там. И все остальные артисты тоже, и на тренера, вот Максимыч, надо было правильно подобрать то, что вот Саша Устюгов сыграл. Он, к сожалению, уже умер, но Лена очень много про него рассказала, и мы искали такой характер, который вот с юмором был бы, и при этом, ну, который влюбил Лену в лыжи, собственно, как Лена рассказывала. И так далее, и так далее, и мама жесткая, это Аня Уколовой, и дедушка с бабушкой, все. Был момент с дедушкой, не знаю, рассказывать или нет, ну, ладно, в общем. В эксклюзивном интервью. Да, ну да, там был один актер, но я очень рад, что в итоге вот сыграл дедушку. С дедушкой было что хорошо, у Добронравова была естественная борода, естественная. Она сама все выросла, да, он из-за пандемии, он не брился и пришел к нам с бородой. И хотя, да, мне кажется, у дедушки Лены не было бороды, но мы решили так оставить, потому что это было очень красиво. Да, 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 да. Елена говорит, что еще добрее с бородой выглядит, да. Все, что вы говорите, не в микрофон, слышал только мы, не слышит трансляции, поэтому я дублирую. К нам присоединился Алексей Рязанцев, но пока он сейчас отдышится, у меня есть еще один вопрос от журналистов к Николаю Хамерике. Ольга Галицкая, гильдия киноедов и кинокритиков, спрашивает, не грустите ли вы по тем временам, когда, будучи молодым режиссером, снимали авторское кино? Когда бюджет был более чем скромным, но зато свобода самовыражения была больше, чем в так называемом «коммерческом кинематографе», где фантазия автора ограничена типовыми сюжетными схемами и надоевшими клише? Это типа острый вопрос, я понял. Я уже устал от этих вопросов, потому что вот сколько я снимаю жанровое кино, каждый раз звучит такой вопрос после каждого сериала или фильма, который… Вот. Не скучаю по двум причинам, что любые фильмы, за которые я берусь, мне они интересны, и я в них нахожу что-то свое, они тоже являются авторскими. А второе, что я хотел бы сказать, я снял и свой фильм, и он выйдет весной, вот, то, о котором говорит не для широкого зрителя такое. Так что пусть не переживает. На самом деле это прекрасно, что вы разные картины снимаете, кино должно быть разным. Вот на нашем фестивале действительно разные жанровые фильмы, разнообразные для разной аудитории. Я думаю, что здесь «Белый снег», конечно, прекрасно открыл праздник в нашем фестивале, но разные ленты можно будет видеть. И чудесно, что в вашем творчестве тоже появляются разные картины. И думаю, что вы как член жюри нашего фестиваля насладитесь программой нашего смотра. Да, потому что вот мне нравятся разные фильмы, и для жюри это полезно. Да, это так. К нам присоединился Алексей Лизанцев, продюсер, прокатчик картины. Расскажите, пожалуйста, у нас тут нас смотрят не только журналисты, но и зрители, и, конечно, все слушают эту беседу и спрашивают, ну когда же, когда мы увидим этот фильм в кинотеатрах? Спасибо большое за вопрос. Вы извините, что я опоздал, у нас свет отключили в гостинице, и мы со свечами сейчас... Генератор у нас один, Лена, это вы. Поэтому, поскольку вы здесь, то генератора не было. Но на самом деле это уже никакой не секрет. Фильм выходит в широкий прокат театральный 25 февраля. Роспись уже идет, и интерес к фильму уже есть. И кинотеатры в ожидании, так сказать, очередной российской премьеры. И мне кажется, вообще, так сказать, следующий год тоже будет проходить в определенной степени под знаком именно российских фильмов. Вот, и на 20 число, вот мы вот как раз здесь, будучи в Выборге, согласовали, значит, дату 20 числа. Надеюсь, с участием Антона Долина, так сказать, мы проведем уже вставший интересным формат такой совмещенной премьеры зрительской. И именно в Karo Art, что, наверное, Коля тоже должно, так сказать, настроить, порадовать, да, потому что это Karo Art. Вот, все равно, так сказать, поэтому вот сейчас уже видится где-то порядка 2000 экранов. Естественно, мы этот процесс не тормозим, и каких-то барьеров и ограничений нет. Вот, и все кинотеатры, мы предоставляем такую возможность, и кинотеатры в малых городах по программе Фонда Кино, когда открыли вот уже порядка тысячи, там, около тысячи залов. Вот, ну, в общем, мы очень рассчитываем на... И меня очень вдохновил вчерашний показ, на самом деле. Я тоже, как и наша группа, волновался, как примут, как это будет выглядеть, как это произойдет. Вот, и для меня, например, самый, ну, дорогой зритель Торшан, она на самом деле дорогой, так сказать, там, человек же, моя супруга Виктория, она вообще, ну, не киношный человек, больше театральный. Вот, но вчера вот столько лесных слов, я в свой адрес столько не слышал, сколько она сказала про фильм. Вот, поэтому вчера вот мы все это отметили хорошо, и все было замечательно. И, исходя из нынешней ситуации, все-таки, когда онлайн-платформы становятся довольно востребованными, актуальными, вопрос, ну, я понимаю, что вы все-таки делаете ставку на кинотеатральный прокат, но планируете ли вы что-то с онлайн-платформами, с телевизионной премьерой, то есть на малые экраны тоже? Ну, да, к сожалению, вот, ковид подтолкнулся эти процессы, потому что, ну, честно говоря, мы думали, что счастливо и безмятежно проживем в условиях традиционного проката, ну, по крайней мере, еще 5-7 лет. Но вот это не случилось, и это ускорение, которое придала, так сказать, вся эта пандемия, так сказать, карантины, выход одновременно со стриминговыми каналами и так далее. Все-таки, ну, рушатся те привычные схемы и форматы, к которым мы привыкли за столько лет. Всегда кино, кинотеатральный показ находил какие-то новые для себя возможности, привлекая зрителей все-таки в кинозалы. Это и премиальные форматы, и в свое время, так сказать, стереокино, которое превратилось в 3D, это IMAX, это 4D-бокс, это различные, значит, ScreenX, вот эти вот, да, так сказать, уже 3 экрана и так далее. Но, к сожалению, вот сейчас максимально растущее число, так сказать, пользователей как раз цифровых показов, сидя дома на диване, ну, для меня, конечно, это ужас, вот. Но пока мы традиционно ставим все-таки во главу угла, прежде всего, театральный прокат, как базовый, да, так сказать, для реализации аудиовизуальной продукции. Ну, а потом все-таки вот уже, так сказать, постепенно. Ну, коллеги тоже сейчас вот ведут переговоры с различными платформами относительно цены, качества. Я думаю, сейчас у нас появится более, ну, прагматичный взгляд на это, потому что кино получилось. И вот мы хотим встретиться, я уже тоже обсуждаю это, с каналом «Россия-1», с Антоном Андреевичем Златопольским. Мы хотим показать тоже кино. Вот, и я думаю, что все у нас сложится. Мы ничего менять не будем, то есть мы будем выходить в традиционной последовательности. И, конечно, мы хотим, чтобы этот фильм прежде всего увидели на большом экране, потому что он достоин того, чтобы быть на большом экране. Ну, а дальше уже как сложится судьба, уже посмотрим. Да, конечно. Вы знаете, мне вот просто, что хотел добавить. Мы продюсеры и вообще производители кино все-таки должны, ну, скажем так, производить такое кино, которое хотелось бы посмотреть в кинотеатрах, понимаете? Потому что сегодня так, к сожалению, не знаю, почему на экран выходят какие-то фильмы, которые можно посмотреть просто в интернете. Не надо идти для этого в кино. Потому что кино, это, мне кажется, такая магия, когда ты приходишь, этот огромный зал, этот сумасшедший звук просто нереальный, понимаете? А тем более такого качества. Вот мы вчера смотрели наше кино, я настолько привык в монтажке, что все это вот какое-то такое ужасное. И вдруг мы слышим какие-то голоса, которые никогда и не слышали даже, когда монтировали фильм. И когда в таком качестве смотришь на огромном экране, ну, просто это магия. И нам надо производить такое кино, именно кино, которое хочется смотреть именно в кинотеатре. А если мы будем производить продукт, который достоин только каких-то каналов, там, я не знаю, интернет, то выносить их на экраны, ну, это, мне кажется, не очень хорошо. И таким образом мы, на самом деле, когда производим такой продукт и показываем в кинотеатре, мы опускаем уровень самого кинотеатра, понимаете? То есть кинотеатр становится просто какой-то площадкой, как дома, вот сидишь, ха-ха, хи-хи, там, и все. Но нет такого, это же такое, знаете, коллективное, когда коллективный идет просмотр, и ты, вот вчера был такой момент, у нас там есть одна сцена, диалог главный, героинь, и я услышал в зале такую тишину нереальную. Просто зал так, она звенящая такая была, тишина аж прям. И это только в кинотеатре может быть. А дома, ну что, на паузу наш понажал, пошел туда, там, перекусил, пупкор себе сделал, сел опять. А знаете, как мы соскучились по этим просмотрам в кинозале совместном? Конечно, вчера был большой праздник увидеть большое кино на большом экране, но отдельное спасибо вам за то, что вы включили в финальные титры эти вот телевизионные кадры реальных побед, потому что смотреть на большом экране, конечно, это огромное счастье, огромная радость. И я уверена, что эта картина, она привлечет еще больше внимания к спорту, и к спорту будем смотреть по телевидению, может быть тоже, дай бог, на больших экранах, но кино, конечно, в кинотеатрах. И поэтому у меня, пожалуй, заключительный вопрос относительно, знаете, такой традиционный вопрос. Творческие планы. Какие следующие картины ждать от вас? Здравствуйте. Актеры. Творческие планы. А, ну вот у нас планы, знаете, какие? У нас вот фильм про Лену, это фильм про человека, которому был дан талант, там, богом, я не знаю, судьбой, так, крестным отцом, наверное. Вот. И она его вообще использовала на 100%, реализовала на 100% свой талант. Это... А нам хочется, если вот снять фильм, у нас есть один проект, где то же самое, вот человеку был дан талант, у нас шикарный талант, огромный, и он все это профукал. Потому что нам, знаете, надо показать, вот с Леной, это вот для подрастающего поколения, вот смотрите, ребята, вот если будете вот так, то вы придете, это путь к успеху, а вот когда вот не так, вот путь к неуспеху. Вот хотелось бы еще такой фильм сделать. Это здорово, вы тоже стремитесь к тому, чтобы снимать разные картины. Я желаю успешного проката в вашей ленте кинотеатрального, побольше зрителей. Я думаю, сейчас мы только подогрели внимание к вашей картине. Спасибо еще раз за этот чудесный подарок на открытие фестиваля. Вам спасибо. Вам спасибо, да. Спасибо. Я приглашаю к этому столу авторов фильма, участвующих в программе «Выборская премьера» «Играй со мной», режиссер и актер Андрей Назимов и сценарист Роман Волков. Спасибо. Спасибо. Мы продолжаем наш первый пресс-брифинг фестиваля российского кино «Окно в Европу». Я еще раз представляю наших гостей, участников программы «Выборская премьера». Представили картину «Играй со мной», режиссер, актер и продюсер Андрей Назимов и сценарист Роман Волков. Я знаю, что у картины очень тяжелая судьба, надолго снималась. Расскажите немножко об этом, как, Андрей, вы шли к этому своему дебюту на большом экране, как режиссера. Да, это изначально было из-за того, что я в первую очередь актер, и после того, как меня мучительно не утверждали в кино около года, пришла идея сделать фильм самому. И я придумал идею о том, что я не один в этой жизни живу, и много таких актеров, которые, к сожалению, сейчас не задействованы. И вот я сделал костюм себе, грим сделал, взял оператора, и вот это был такой первый съемочный день пробный, и мы это все отсняли. Небольшой эпизод, правда, он не вошел в фильм, но, по крайней мере, это был некий импульс того, что можно и посмотреть со стороны на себя, кто этот герой, как он выглядит, и куда-то двигать его. Вот, вкратце. Ну, вообще, история, конечно, фильмы о фильме, это вся захватывающая история и для зрителей, в первую очередь, всегда интересно посмотреть, заглянуть на кинографическую кухню, посмотреть, как снимается лент, и для кинографистов. То есть первая сцена, когда герой Куценко в телефонном разговоре узнает, что он не получил финансирование Минкульта, это, конечно, внутренняя история, не знаю, сколько она понятна будет публике, но для профессионального зала, который смотрел, конечно, это такая пасхалка, что называется. И вся лента, она строится на таких вот очень узнаваемых ситуациях, но в то же время, наверное, любопытных, интересных для зрителей. И вопрос такой, как продюсерский, уже забегает, скажем, вперед, будущая картина. Какие сейчас перспективы для ленты, фестивальные, дай бог прокатные, может быть, телевизионные? А сейчас перспективы у нас такие, то, что у нас договоренности есть с прокатчиком, но, к сожалению, время очень сложное и непонятно, как в нем существовать. Это нужно реагировать молниеносно и надеяться, что вся эта зараза уйдет, и мы спокойно можем представить эту картину. Да, в прокате. Мы завершили совсем недавно, буквально, может быть, дней 5 назад, и благодаря фестивалю «Окно в Европу» мы его даже завершили на 10 дней раньше, чем хотели. Вот. Ну, как говорит Чехов, поживем-увидим, конечно, идут договоренности, мы общаемся. По крайней мере, у нас есть уже готовая картина, которую мы можем показать и уже о чем-то вести. Ну, это здорово, что благодаря фестивалю вы завершили, ускорили даже завершение картины, и появился такой хороший повод. Вопрос у меня к сценаристу, и к обоим вам как к сценаристам. Я понимаю, скажите, пожалуйста, как сценарий писался, то есть что-то написывалось на площадке, был ли он больше импровизационным, на сценарии, как он создавался, или был довольно жестко написан, и вы уже шли по нему, по железному сценарию? Судьба сценария такая же, как судьба картины. То есть сперва, вот, как Андрей сказал, была снята одна сцена, потом под нее был написан сценарий, потом пошло вот такое удивительное, странное какое-то вот перетекание из одной формы в другую, то есть сценарий писался и на площадке, и что даже самое удивительное, когда все было снято, и прошел год, прошло два года, три, четыре, пять, все его продолжали переделывать, переписывать, где-то добавляли закадровый голос, который вот буквально там через восемь лет был записан, например. То есть очень удивительная история, и мне самому даже странно видеть то, что вот это происходило такое вот мутирование, перерождание из одного в другое превратилось в фильм. Вы знаете, при этом картина такая легкая, такая, как бы на едином дыхании смотрится, ни за что не скажешь, что годы у меня сюда какими-то сценами лежат, но на едином дыхании действительно очень хорошее настроение подарило, то есть вот у нас открытие было «Белый снег», а потом вторая эта лента, которая умножила наше праздничное такое легкое настроение, так что за это вам отдельное спасибо. У нас есть вопрос от Марии Безрук, Рудата, вопрос к Андрею Назимову. Что в сюжете картины взято из вашей реальной жизни? Было очень смешно. Мне пришло предложение прийти на кастинг, и там было написано «Кастинг грибковой мази». Вот это как раз правда, да, смазка из ноги? Причем они платили очень много. Я говорю, ну как, я пойду сейчас. А потом я смотрю, там написано «Лица не будет, только тело». Ну, нужно, чтобы я сделал. Ну, обнаженное. Да, на шезлонге. Я думаю, так, если меня не будет, может, я пойду, схожу. Опять же денег подзаработать, чтобы фильм снимать. Причем очень много платили. Я думаю, зачем, ну, лицо-то не надо, можно кого угодно взять. И я не пошел. Не пошел, но это осталось в памяти. И, ну, там на самом деле и отцов, и детей, конечно, очень спасибо, и очень я благодарен. И это здорово, что это последняя картина Дмитрия Владимировича Брусникина. И, конечно, это связано и с моими родителями, потому что у меня отец военный, вот, и, конечно, и он, а в душе он актер, в душе он артист. И это тоже все пересекается внутри этой истории. И, ну, на самом деле, там прилично моментов, где это все, конечно, из жизни взято. Да, но, конечно, и много там чего придуманного, сюжетного. Да, и сцена со сценаристом, она вообще, можно сказать, практически полностью с меня списана. То есть я думаю, что многие сценаристы, творческие люди узнали героя, которые, то есть в этом домашней кутерьме, там, да, дети визжат, старик-отец смотрит телевизор, жена пилит, а ты вынужден только погрузиться в свою... Полгода в этой реальности все оказались, и не все, кто хотели, оказались в этой реальности. Так что тут, да, действительно, это знакомая для сценаристов, пожалуй, ситуация. И вообще у вас очень много именно таких моментов, которые, наверное, знакомы людям, которые именно внутри. Чем эти картины интересны, конечно, внешней публике, не связанной с кино. Но чем она еще интересна публике, это, конечно, звездный состав. У вас много, очень много звезд. Пусть у них какие-то роли небольшие, маленькие, но такие яркие. Как вы договаривались с этими вот звездами Апексимова, там, Гоша Куценко, другие все? Насколько легко они соглашались? Почему им было это интересно? Делились ли они? Так, соглашались, согласились. Кто-то, может быть, пожалел, потому что там Гоша Куценко ехал на площадку, и перекрыли Москву всю, а он прилетел с утра, не спавший, и он говорит, Андрей, я к тебе ехал на метро. Зачем ты меня взяла сюда? Да, я говорю, ну вот так вот, так, хорошо, ладно, кого я играю? В итоге я ему рассказал, мы нашли прототип нашего продюсера, я не буду говорить, кто это, кого он играл. Хотя его фамилия звучит в фильме. Нет, это, кстати, не звучит в фильме до этого. Ну, Куценко говорит, а вот мы не получили. А мы с Новиком? Нет. Андрей Новиков, он очень добрый человек, спокойный, а, конечно, прототип именно Куценко, он был такой огонь, фейерверк такой, который все сметает, всех уничтожает, и, ну, по крайней мере, люди работают благодаря такому характеру. С Ириной Викторовной, да, договорились. Ну, конечно, время такое, потому что друзья решают многое, и благодаря друзьям эта картина создавать, потому что не деньги, главное, да, они главные, потому что каждый шаг в кино, это риски, это все, это дорого. В театре можно выехать в поле, сыграть спектакль, и это не так будет сильно финансово затратно. А здесь каждый шаг, каждый, даже постер делать, если не тот постер, деньги улетучиваются. И, ну, в плане, когда у тебя есть бюджет, это, ну, проще, ты можешь жонглировать этим, выбирать, а здесь ты должен делать какие-то точные выборы, потому что это за свой счет все делается, вот, и без всяких поддержек. Вот, а так, да, согласились, и я, честно, не знаю, каким образом, в плане того, то, что, наверное, судьба такая, то, что вот именно эти люди должны были участвовать в этой картине, и я не знаю, вот как-то вот сложились, звезды сошлись, и вот такой состав потрясающих артистов. Пусть их мало, да, там есть, я имею в виду, эпизоды есть, ну, в этом и заключалась эта история, то, что герой идет к своей цели, и он как пинг-понг его, каждый герой, небольшой эпизодик, он его направляет, либо наоборот возвращает от цели его. Вот была такая затея. А вот про ваши цели, вот вы сейчас состоявшийся режиссер, вы дебютировали, да, у вас есть желание продолжать свою режиссерскую карьеру после этого тяжелого опыта, или больше вы хотите сосредоточиться все-таки в актерской профессии? Попробовали быть режиссером, успешно сделали картины, но понимаете, что больше все креотетии другой профессии в первой. Мне очень хочется дальше делать, и я буду это делать, продолжать, и, по крайней мере, у меня есть команда, у меня есть опыт есть, и я теперь знаю, как, как, куда, и чтобы это 8 лет не снимать, это можно все намного ускорить. Вот, и тем более за тот момент, когда мы работали над картиной «Играй со мной», и мы написали сценарий еще один, даже не один, и много идей появилось, вот, и более серьезных, более каких-то уже профессиональных, так скажем. «Играй со мной», ну, все-таки, ну, это такой учебный путь был. Ну, понятно, что мы всю жизнь учимся, но здесь именно, чтобы потрогать, потому что никто не знает, куда он идет. Тут все через какую-то темноту пробираешься, и, по крайней мере, ты теперь знаешь, как это делать. Здорово, что у вас уже написан следующий сценарий. У меня вот к роману такой вопрос, чисто как к сценаристу. Есть такое мнение, и такая практика, и такое высказывание известного режиссера, что сценарий должен умереть в фильме, да, чтобы реализоваться. Вот вы, как сценарист, я понимаю, больше именно участвовали в съемочном процессе. Вы считаете, что, может быть, сценарист должен в определенный момент просто оставить уже этот сценарий на откуп режиссеру, как сценаристу, и отойти в сторону? Или должен больше участвовать в процессе, до последнего помогая родиться уже картине? Это, я думаю, разные просто практики, разные отношения между людьми. У нас с Андреем сложились отношения дружеские, может, даже больше, чем дружеские, такие как братские, что ли, как негромко это звучит. И вот был задан вопрос, почему звезды участвовали в фильме, да, потому что Андрей добрый, позитивный человек. С ним работать как бы классно. И люди это тоже чувствуют, и, может быть, поэтому и фильм получился такой легкий, светлый, и добродушный, и позитивный. И поэтому, вот опять же, если говорить про меня и Андрея, и наши отношения, то мне просто в радость было, даже несмотря на то, что это было чуть дольше, чем хотелось бы, продолжать дописывать, переписывать, менять постоянно, потому что это здорово. И я чувствую его позитивную отдачу. Он, видимо, чувствует мою, поэтому, наверное, что-то так и получилось. А бывает, да, сценарий отдал и как бы все, и забыл, как будто и не было его. Это немножко всегда грустно. Я бы добавлю, суть, на мой взгляд, в том, что у тебя должны быть люди, кому ты доверяешь. Потому что если их не будет рядом, тогда тут это будет сложнее. И, конечно, я за то, чтобы сценарист, да, он был автор сценариса, автор сценария, он был на площадке даже. Потому что в какой-то момент он, потому что когда ты режиссером, тебе очень много вопросов тебе задают. А это какого цвета должно быть, а это туда, сюда. И ты такой думаешь, так, я хочу просто сейчас настроиться и работать. Я первый раз с этим столкнулся, что очень много поток вопросов идет, которые, по сути, он не должен ко мне относиться, потому что у каждого цеха есть свои главнокомандующие, так скажем. А в плане сценариста, если он будет на площадке, я даже за то, чтобы он где-то поговорил с актерами, пообсуждал, рассказал что-то большее, потому что время такое, тут на площадке нужно его экономить. И вот я Роману доверяю, что где-то он, можно сказать, выполнял функцию такого коуча где-то по истории и так далее. Вот мне кажется, это правильно. Очень пристали фильмы. Вы еще и снимались сами в главной роли, и это было непросто, я думаю, кроме того, что вы были продюсером, действительно много вопросов, и еще самому в кадре находиться. Я понимаю, что, может быть, это было сделано из, скажем, творческой необходимости или интуитивно, но в следующей работе вы хотели бы сами тоже играть или уже только работать с актерами и стоять по ту сторону камеры? Конечно, здорово, когда ты можешь по ту сторону камеры стоять, и тогда как-то чуть-чуть все попроще становится. Но в следующую картину я буду играть, потому что мне это интересно играть, мне это, я уверен, что никто предложить не может, то, что следующее мы задумали. И я бы хотел как раз вот именно таким образом осуществлять то, то, что мне интересно самому как артисту. И сами истории, они рождаются из-за того, то, что бы я хотел сыграть. И, наверное, конечно, если что-то мне предложит не мое, ну, в плане то, что мы не писали, тогда я буду по ту сторону камеры. Я не знаю, как сейчас, вот идут идеи, по крайней мере, вот с моим участием. А что там будет дальше, я не знаю. Может, кто-то другой будет играть. Ну, и от актерских предложений вы не отказываетесь, если вас зовут сниматься. То есть вы рассматриваете предложение, актерскую свою деятельность тоже хотите продолжать. Да, безусловно, я изначально актер, и фундамент всего этого – это актерская моя профессия. А так, бывают моменты, я вот отказываюсь, потому что неинтересно. Вот бесплатным приложением быть неинтересно. Ну, а что там, деньги заработать? Ну, мы заработаем в другом месте. Главное, что было интересно, и в вашей картине видно, что она как бы с душой сделана. И с душой, и с душой, и с огоньком, и с каким-то искренним чувством. И дай бог ее увидеть как можно больше зрителей, и следующая картина у вас тоже сложится. Так что спасибо вам большое за вчерашний подарок. Желаю вам успеха. Спасибо вам, спасибо. На сегодня наша пресс-конференция завершена. И напоминаю коллегам-журналистам, что вы можете отправлять свои вопросы к нам в WhatsApp. Смотрите фильмы в Москве, которые показываются тем, кто смог приехать в Выборг. Здесь сегодня будут показы тоже. Увидимся завтра утром. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok